Все для фронта, все для победы. Под таким девизом в Набережных Челнах прошел благотворительный футбольный матч. В нем приняли участие ребята 2013 и 2014 годов рождения. Часть собранных средств пойдет на гумпомощь в медсанчасть. Наша съемочная группа также посетила финал соревнований. На футбольном матче присутствовали и ветераны СВО. Например, поэт с позывными «Япон» сейчас занимается сборами и отправкой гуманитарной помощи своим товарищам. Он собирается в конце сентября снова к ребятам, которые находятся на передовой. Средства в первую очередь идут на поддержку наших товарищей и военнослужащих, которые сейчас выполняют боевую задачу непосредственно на линии соприкосновения в Авдеевке, в Волновахе. Часть средств, собранного с этого благодарительного матча, пойдет именно на помощь ребятам, которые непосредственно занимаются боевой эвакуацией, оказанием медицинской помощи. Поэтому будут приобретены лекарственные препараты и медикаменты. Медикаменты никогда лишним не бывают. Они всегда нужны. Именно жгуты, все лекарства, которые необходимы в первую помощь оказать. Мы собрали, отправляли и решили делать акцент именно на лекарства. Рассказали волонтеры и о том, как прошла встреча с военнослужащими. Мы отвезли такие гостиницы, как Чак-Чак, национальное татарское блюдо. Они очень обрадовались, что к ним именно с Татарстана приехали. Мы также поговорили на татарском языке. Многие из них сказали, что как раз этого не хватает, разговоров на татарском языке. Ветеран СВО с позывным «Тихий» подтвердил, что они всегда рады волонтерам и благодарны им. Также он рассказал о том, что помимо активистов, на передовой бойцам помогают и животные. Собака чувствует минометный обстрел. То есть, когда мина летит, собака чувствует и ищет, куда спорядаться. То есть, показывает солдату, что надо уходить от этого места. После завершения футбольного матча ветераны СВО пофотографировали с юными футболистами. Пообщались с ними. Эльмир Гайнудинова, Кирилл Хабзин. Новости. Набершные Челны.